Приветствую всех на канале Все про тачки. Сегодня у нас на обзоре две масштабные саратовские модели. Одна это 1985 год, синяя, еще номерная с номером на донышке А14 и зеленая уже без номера. 1991 год стоит на коробочке, дата. Коробочки у обеих оригинальные, состояние тоже очень хорошее. Зеленую я когда-то покупал новую в магазине. Сейчас пройдемся по отличиям этих моделей. Номерной и нету. Зеленой, естественно, номера уже нету на донышке. И самое первое отличие, давайте их попряжи чуть друг к другу поставим. Смотрите, запаска. Видите, да? Тут у нас запаска есть в багажнике, у номерной. А тут у нас запаски. В общем, нету там запаски. Можете мне поверить. Люфтит крышка багажника. Скола, не скола, не знаю. Или я чем-то подклеил. Сам уже не знаю. Такое ощущение, что чем-то припачкалось. Ладно, неважно. Или фонарик. Да, наверное, фонарик пытался починить. На пластилин вообще похоже. А он подрассыпался. 91-й год этим чреват. Второе у нас различие идет под капотом, если не ошибаюсь. Видите, тут хромированный воздушный фильтр. А тут он у нас черный. Все правильно, да. Так, пойдем дальше по отличиям. Закроем сейчас капоты. Также тут еще есть различия в колесах. Вот видите, тут колеса. Ну, чуть-чуть блеск ушел. С белым кантиком. Видите, вокруг колпака. Тут уже целиком хромированный. Ну, даже более нарядный, если честно. Так вот выглядит. Качество сборки, люфты, конечно. Не знаю, как передает ли эта камера. Давайте сейчас. Вот и багажник люфтит. Все люфтит. Давайте сейчас. Вот видите, донышко пластмассовое тут. Вот сфокусировалась камера. Видите, обратите внимание, кантик на покрышке, на протекторе. Идет посредине. Сейчас я вам покажу. На номерной он идет с краешку. Вот этот вот кантик. Вот полосочка, грубо говоря. Тут пластмассовое дно. Сделано в СССР. Made in the U.S.S.R. И номера нет. Видите, вот снизу, где Волга ГАЗ-24. Модель. Там квадратик такой. Возле надпись модель. Должен номер стоять. Ну, рессоры стоят. Все есть. Но сейчас обратите внимание, как это в номерной, насколько более качественно сделано. Проблемы с багажником у нас. С крышкой багажника проблемы. Это у нас номерное донышко. Видите, оно идет металлическое. Также сделано в СССР надпись. У более ранних. Made in the U.S.S.R. Вот эта надпись отсутствовала. И кантик, о чем я вам и говорил, на покрышке идет с краешку. Видите, не посредине на протекторе. Вот эта вот полосочка. Ну, вы поняли, о чем я. Вот она. Это на номерных. Хотя уже на поздних номерных встречалось, что колеса шли уже тоже с кантиком посредине. Самое важное отличие. Вот видите, где я говорил. Вот надпись модель. Стоит маркировка А14. У совсем ранних. Вот это вот колеса, белый пластик, сиденья. Так, салон. Так называемая панель. Это все было из капрона сделано. Они ценятся больше. Знаю, еще есть отличия по внутренним ребрам на капоте изнутри. Не хочу сейчас мучить капоты. И, если честно, вот на мой взгляд, это не всегда совпадает. Хотя уверять не буду. Действительно, такой момент присутствовал. Но сам я до конца не разобрался. Идея как. Пластик салона, видите, тоже отличается. На синий он был более такой белый, откровенный салон. А здесь он как бы так бело-сероватый. Даже на вид выглядит гораздо дешевле по качеству. Зеленая, кстати, будет продаваться. Кому интересно, пишите. Не пишите только гадости, кому этот хлам нужен. Цена 2500. Да, проблемы с багажником там с одной петлей. В остальном машина в хорошем состоянии. Вот у нее, по-моему, где-то здесь должен быть... Вот, 91-й год. Все правильно. Артикул, все. Коробочка в отличном состоянии. А сейчас надо будет... Надо будет... Так, а где у нас... Где у нас артикул на другой? Сейчас поставлю на паузу. Вот, видите, от второй коробочка. Январь 1900. Ну, я так понимаю, это у нас по нижней загугулинке, если можно так. 85 январь 85-го года. Сейчас поставим в коробочке. И в завершении видео показываю вам, как модели выглядят в оригинальных коробочках. Ну уж, извините, где-то клапаны там не выставил ровно. Обзоры будут продолжаться по мере поступления. Периодически саратовские модели у меня добавляются в коллекцию. Всем спасибо, кто досмотрел обзор до конца. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok